приветствую вас уважаемые зрители моего канала вы на канале о рукоделии а именно шитье лоскутным и о вышивке давно у меня в кадре не было вышивки наверное примерно месяца два два с половиной точно я думаю так как я достаточно увлечена была лоскутным шитьем подготовка к новогодним праздникам в прошедшем году я шила много подарков именно в лоскутной технике новогодних и соответственно это требовало времени так как я работаю месяц на место работы у меня ограничение есть некоторое по времени для рукоделия то есть нет возможности с утра до вечера семью неделю этим заниматься вот и наконец наконец у меня появились эти минутки для вышивки в том числе ну и хотелось некоторый перерыв сделать в шитье плюс я немножко заболела уже все на поправку идет вот и соответственно эту неделю я вот несколько дней посвятила именно вышивку и решила закончить миробилию это md 48 дизайн арка с розами достаточно старый дизайн если не ошибаюсь это дизайн 92 года схемами только в электронном виде формате сага совершенно случайно давно давно она мне попалась на просторах интернета вот я собственно ориентируюсь на схемы и проверив пока еще было возможно материалы по ключу что они соответствуют просто приобрела материалы для нее это нички dmc немного бисера буквально три цвета и кренника пару цветов и собственно спокойно себе вышивала это же моя вторая миробилия из больших а первую была садовая фея она есть в одном из роликов моих например на больше года уже года два может прошло примерно точно сейчас не скажу по обложке можно найти эти ролики мне очень она понравилась тоже красиво также я ее вышивала и имея только электронную схему в общем-то там незначительно какие-то были ошибки было легко разобраться что к чему и в общем-то ничего критичного нет чем отличается миробилия я так понимаю но от лавендер англайс они отличаются тем что здесь наличие бисера всяких трежерсов как правило и и кренника в лавендерах некоторых встречается небольшое количество бисер и все и то не во всех там только нички dmc никакого кренника я не помню может где-то есть какие дизайны но из тех что есть у меня там максимум металлизированные нить голд и все итак кадре моя красоточка вышивала я ее в общей сложности 52 вышивальных дня ну тем я думаю понятно что это не имеется ввиду 24 часа в сутки на самом деле было всего там как у нас 51 все два подхода к вышивке хотя никогда гораздо меньше и начала я ее в сентябре двадцать первого года повышевала довольно приличный кусочек потом переключилась на что-то другое и далее уже там летом не повышевала мне кажется пару недель осенью какое-то время и вот сейчас зимой закончила дня за три мне там оставалось всего лишь вышить левый вазон немножко арку с бэком не сделать бэк на девушки и бисер подближила мы потом покажу вот по поводу количества цветов много и количество цветов большую как у всех миробили в принципе блендов нету много белого цвета и такого бледно-бледно-бледно-голубого еле-еле заметно вам даже наверно на видео этого особо и не будет видно вот вас вышивается она в принципе наверное не сложно самой сложности это не разбросывать эти розочки то есть там надо считать в клеточке да чтобы количество нити чтобы не ошибиться на этом что здесь даже чуть-чуть на единственно критично будет и наверное такой более-менее трудоемкий это бэк в ветках такой вот он ну на самом деле когда втягиваешься уже как-то и нормально вышивала я бэк не сразу а по мере уже отшивы какой-то значительной части роз и далее уже просто вышивала бэк чтобы потом просто перейти на ну переставить пяльца так самые наверное неприятные в этой вышивке и на самом деле даже единственное неприятное это вышивать клейником который здесь ходил комплектом входило два клейника если вам покажу но весь телефон не хватит но разряжается так быстренько быстренько покажу вам клейник вот 0,27 и 152 вышивается в две нити а значит 0,27 достаточно был тонкий такой ну клейничек вот такая ниточка вот она на ой вот и вот этот клейник это на конец напоминает дождь плоский это клейник который 50-й поближе наверно так лучше показать он мне вообще не понравился потому что ну как-то неприятно вышивать даже не знаю что лучше им или обычным металликом но на самом деле ощущение где-то рядом вот бисера здесь организация да вот для бисера такая как шоколадки пряний коробочка очень удобно значит и бисер здесь буквально три цвета я не разбирала материал потому что значит закончила уже ну вот такие вот цвета там вот елененький желтенький и аппетит вот такой вот фиолетовый очень красивый цвет все количество небольшое ну я вот покупал бисер свое время на шелковой нити прям по весу там буквально берешь вам по весу так что бисера столько органайзер ниточки не буду доставать ничего особо интересно здесь нет потому что димси вот я набирал их с некоторым запасом фасаги и каких-то достаточно много было цветом там до второго матка дошла это белый такой зеленый темный который идет в весе в лозонах у меня просто остатки были я просто брала еще один наточку сейчас вам поближе покажу камера на близком варианте вот здесь он неплохо видно мне очень нравится на самом деле как здесь выглядят цветочки зеркает в миру очень нежный дизайн очень деликатный такой я бы сказала количество бисера небольшое и нет такого насыщения к бисером вот и очень красиво как обычно прическа и бисера в этой прическе нежная девушка и роза которую она держит я кстати в арке ошиблась я в какой-то момент вышивала на тем клинику я перепутала ну это даже особо в глаза то и не бросается если не скажешь вообще не видно даже если вот я знаю меня не смущает арка здесь выполняется только клиником этим но вы знаете неудобно на полу снимаю она же большая сушники не разрешается объяснить поводу арки ну так как это вот все в одну в одну линию да то скучновато вышивать вы наверное считать много надо очень внимательно чтобы лишний крестик не вышить или не дошить значит не состыкует самыми опасения по этой работе были но вроде все по 10 раз проверял вроде все хорошо благодаря сагит и чтобы прощать немножко вот я считаю что в принципе можно этот клиник изменить на мулины гимси коричневую какую-то гамма подобрать даже могут похоже цвета и это не проблема и будет смотреться не менее прекрасно так она выглядит как будто бы кованая такая арка медная я бы сказал это немножко врет наверно камера чуть выбеляет она да попробуйте добро цвет не странно вот это прям мне выглядит желтым и так как у камеры если подсветка да соответственно уже выглядит более вот так наверное даже будет все таки ближе прям вот цвета как наверное они есть похоже крайне мере достаточно близко нежную девушку нежную милю профиль мне не всеми рабили нравятся я вообще не являюсь таким ярм фанатом миробили в принципе не являюсь фанатом чего-либо по жизни не такая натура но есть миробили которые мне нравятся они в принципе все есть наверное вот как я уже говорила вышел я 2 больших таких и еще мне есть фея новогодняя из небольших очень милая тоже вышитой оформленную и также есть у меня еще две феи в запасе это это пасхальная и рождественская рождественские эльфа но странно называется эльфа фейре там все в путь чуть-чуть ну ладно вот русалок у меня нет мне единственная русалка очень нравилась но я так не настолько чтобы прям бежать покупать материал это наверное самая дорогая русалка по моему считается вот там очень много украшений и в принципе я так и ничего не купила и не вышила и и все в любом случае если бы я вышивала мне вешать некуда и я бы ее просто в шкафе вышивала но в принципе с учетом как обычно как у большинства дефицита стен а так миробили тем более достаточно большие дизайны и вообще в принципе на сегодня даже достаточно дорогое оформление в обедное оно все было дешево мы сейчас получим какие-то космические местами цены на мой взгляд нет возможности все оформить и все разместите в интерьере то что вышиваешь где-то можно обойтись прикладным управлением а где-то и не обойдешься потому что подключительный настенный вариант вот но для этого меня есть место я понимала куда я ее повешу если фея садовая висит на вешалке в шкафу в рулонный такой вариант то даже ее я могла бы разместить было бы побольше места то вот это у меня девушка будет висеть вполне определенном отведенном ей месте поэтому она мне сейчас на планах на оформление надеюсь что в этом календарном году у меня будет такая возможность ее оформить пакет никакого стекла ничего такого не будет на этом пожалуй все об этой работе и дальше я вам покажу что я буду вышивать дальше сейчас в кадре вы видите один из начатых процессов он где-то в районе 44 процентов уже готов это always flowers это Ивана Ленская автор примитива очень красивый дизайн я его показываю в других видео более ранних но давно уже не было в кадре вот покажу вам вот эту красоту вернее ее фрагмент что получается очень мне нравится дизайн нежнейший винтажный ну очень уютный просто прекрасно я вышиваю ниточка в ДМС и домик тоже у меня ниточка в ДМС просто цвет мультикалор ну или он миланш наверное тоже правильный вот но сейчас я его вышивать не буду продолжать пока может быть только с лекасными он так будет в качестве такой знаете ну чтобы не придаст один процесс вот еще у меня и значит их процессов сейчас я вам покажу посмотрим с вами это вот такая работа поместилась это РТО рассвет называют там есть серия наборов по акварелям одной и той же художницы или художника и вот это одна из них здесь тоже выполнено уже в районе по моему около 30 или чуть больше процентов вышивают очень хорошо и интересно мне очень нравится но для понимания сейчас я достану очень неудобно снимать на полу сейчас вот вот это превью да и то что то что я вышила интересный дизайн тоже очень хотела бы продолжить ну как бы пока он все сюда ждет так и вот в кадре появилась рама в чехле сейчас вот на технику я вышила естественно сама и тут у меня один процесс которому будет тоже может быть даже случилось два года я его начала но на самом деле я вышивала его от силы дней может быть пять сейчас точно прям не вспомню не подскажу вот это венок ягодный или велком как он там правильно называется когда-то это был дизайн Dimensions ну и далее классический дизайн выпустил под своим брендом под своей торговой маркой этот веночек у Dimensions он не производится очень красивый дизайн интересный и вот он у меня сейчас в приоритете хотела бы очень по нему соскучилась здесь выполнен на данный момент по-моему 29% вот от бэкстича еще нету немножко еще тут вокруг есть полукреста я его просто не вышивала вот такие веточки отдельно очень красивый дизайн припыленная такая гамма он очень-очень-очень уютный далеко у меня сейчас просто материалы убрано если подождете я вам сейчас покажу вот этот дизайн картинка такая мрачноватая невзрачная но они все такие классный дизайн где мы там достаточно все ярко посочнее но вот классный дизайн и так очень такой содержатель тут все очень много разных ягод и он как бы всесезонный я бы сказала но я воспринимала все почему-то как зимний хотя конечно же эти ягоды где-то осень ну вот такой вот дизайн такой сюжет дизайн не знаю как правильно дизайн меня ждет в ближайшее время покажу вам один из моих органайзеров его же несколько лет назад даже не помню сколько вышивала и он у меня креплен декамином лайт я пробовалась из этих материалов мне в принципе он понравился он просто не дает объем пристежки поэтому если хочется объема то конечно он совсем не подойдет а так очень такой даже хороший материал который не будет здесь мне ножнички там где-нибудь надевать все лежит вот такого варианта тоже себе пробовала вот здесь где можно иголочки надевать вот с такой незамысловатой застежкой я хотела его именно так сделать а это вышивка тут 35 цветов это микровышивка вообще через одну нить вышивается на 40 каунте но я ее вышивала через две нити на 36 каунте чтобы она была понасыщеннее чуть-чуть побольше чтобы в этот органайзер ее разместить это авторская схема сейчас не вспомню дизайнер у меня несколько схем на бывшей фесте Наташи Гефф я им первым там и второй был в Москве тогда проходил там была дизайнер и я у нее по-моему пчелка называлась студия ну не знаю существует она на сегодняшний день я вот не покупала эти схемы сейчас в кадре вы видите 4 блока уже вместе соединенные но будет еще продолжение ну уже без лоскутного не лоскутное это будет некое изделие озвучивать сейчас я его не буду покажу уже в готовом виде в каких-то видео как только закончу это блок-корзинка здесь применена ну это по книге японского петчворка я расчет делала самостоятельно для нужного мне размера там даже ничего не читала и посмотрела как делать ручку вот и я в общем-то сделала эту ручку ручка это косая бейка сначала делается чертеж вот этого треугольника этой части и рассчитывается ну мы там как бы голубь основных лучей там ничего сверхъестественного рассчитывается радиус этой ручки и циркуль у меня собственно отложила этот размер состояние все ширина ручки там все это как бы понятно становится объяснять это я не буду делается косая бейка собственно да и косая бейка протайны швом пришивается и далее соединяется две части этого блока то есть уже вот вот эта часть вот это вот так вот треугольник вот это да из треугольников собран новый треугольник с вот этим треугольником И дальше уже пришивается остальная часть. Вот эта полоса и вот эта полоса. Можно наоборот, можно, в принципе, собрать вот это все, как я там делала-то, и пришить потом уже большой треугольник, вот этот маленький, я думаю, что здесь непринципиально. Я собирала рядами горизонтальными по книге, так как там ручной еще, тем более, по чертам собирается, ну, как бы диагональными, вот так вот, на горизонтальном, это вот это. Возможно, в зручном петчворке это удобнее. Вот в таком мне больше нравится такой вариант, чем треугольнички соединять. Я соединена сначала в квадраты их, а потом в квадраты между собой, ну, собственно, на треугольничек пришила. Вот, очень красивая коллекция тканей, очень она мне нравится. Название, честно, не помню, но я думаю, многие не знали, кто занимается петчворком. И я успела купить несколько отрезов, когда год назад, я думаю, все понимают, когда все эти события случились. Я успела купить, я покупала у Варвары, лоскопную мелодию студии. Очень милой девушкой. Не знаю, работы сейчас в студии или нет, мне кажется, нет, что там как-то все затихло. Ну, очень-очень милая девушка, и все быстро, работа прекрасно. Мне еще понравилось. То есть сервис понравился в целом. Вот, так что вот такое, с обратной стороны вот такое количество. Кропотливый блок, но очень интересный, и, ну, как бы, естественно, требует аккуратности. Особенно, ну, по черту, не стоит, требует аккуратности, но особенно вот эта ручка, чтобы ее пришить аккуратненько, все. Сейчас я просто продумываю над дизайном стежки. Ну, вот, до конца никак не могу решить, как простегать вот эти, они же, они будут квадратными на самом деле, как сочетать эти рисунки стежки между собой. Пока у меня нету окончательного решения, поэтому я не стала сегодня заниматься этой стежкой. Решила пока отложить. Решила, значит, не время. Так что вот такая красота получается. Мне очень-очень нравится. Это потрясающе. Очень уютные блоки. Значит, откуда эти блоки? Сейчас я вам покажу. Значит, ну, какие виды вообще корзинок существуют, да, они разные могут быть. Вот у меня есть вот такая книга, в принципе, уточвыка. И я нашла вот такой блок корзинка. Здесь вам видно? Такой блок корзинка. Вот этот. Здесь, в общем-то, та же самая корзинка, да, только спридов побольше, плюс один ряд. Ну, здесь в этой книге не объясняется, как он пишет. Я не нашла такой информации. Как бы, то есть, как сделать ручку, здесь информации нет. Блок. Корзиночку вам я так покажу. Он вот так выглядит. Конечно, все это очень интересно смотрится в тканях японских, да, в японском хлопке, в актурном и обычном хлопке, которые они предлагают. Есть еще такие корзиночки. Вот такие. Ну, то есть, это разные виды корзинок, да. И такая корзинка. Вот, так что, собственно, сначала я нашла его в этой книге. Ну, как бы для себя, кроме корзинки, я ничего не получила. Ну, например, мы понимаем, как это, наверное, строится. В принципе, изначально тоже было понятно, что строится, можно было и так расчертить. Но именно вот ручку, мне было приятно делать ручку. И я же помню, где я корзинку эту видела. Видела я ее вот ровно вот в этой книге тоже, японский точек. И это вот такая сумочка. Здесь, полагается, такая сумочка. И, собственно, вот этот блок, да. Опять же, здесь, наверное, может, где-то даже здесь расчеты, размеры, но, кажется, я не знаю, есть ли они или нет, я не искала. Потому что у меня на тот момент уже были собраны части вот этого квадрата, то есть треугольника, да, из маленьких треугольничков, квадратика. И мне надо было писать, как делать ручку. Собственно, здесь в одном пункте описано, как делать эту ручку. Именно, что она делается из косой бейки, и что нужно построить, собственно, вот этот блок. Ну, я вот эту часть только достроила. Кадер показывает, sorry. Вот эту часть достроила, надели на бумаге. И, в общем-то, разметку сделала, и таким образом засчитала ручку, зеркалю нарисовала, и уже через лайтбокс, применение лайтбокса, перенесла это на ткань. Ну, как здесь и написано, что нужно на ткань перенести, вот именно на ту, которую нарисовала в сторону, куда будешь уже ручки пришивать. То есть нужно перенести именно на линии ручки, чтобы определить место, куда их надо пришивать. И дальше пришила все четыре ручки, после чего собрала все оставшиеся три еще блока. У меня на один еще часть была собрана, а в общем, блоки оставшиеся. Вот. Так что такие книги у меня есть. Я их, наверное, показываю в каком-то видео. Я уже не помню, достаточно давно, что это было. Вот, что еще я хотела бы вам показать в этом видео. Я, в общем, не буду очень длинным делать. Не вижу как-то смысла перегружать его. Вот. И что я вам хочу показать? Я вам хочу показать, что я еще сшила для своего магазина. В принципе, это там уже выложено. Возможно, кто ходил туда, в этот магазин по ссылочке, то это уже видел. Не знаю, насколько картинка тут по цвету. длинноват как-то. Ладно, не обессудьте. По поводу передачи, свежепередачи, потому что не могу повлиять, уже вечер нет возможности. Более-менее. На камере у меня бледнее цвета, чем они на самом деле. Но они не ядовитые. Знаете, то есть спокойный желтый, спокойный такой разбеленный зеленый и спокойный трепеленный такой вот розовый тон. Вот. Я сшила вот такие конверты с блоком флик-фляк в лоскутной технике. Ну, то есть кто сделал блок или, например, не понимает, как это делается, понимает, что это процесс. Очень увлекательный. И, ну, как бы, это лоскутный блок. Не один. Как выполнять его тоже я не буду рассказывать, уже как-то упоминалось в блоговом видео, как это все сделано. Вот. Обратная сторона выполнена в такой задней, тут желтый ламень, да, и с заходящим цветом клапана однотоном. Лицевая сторона зеленая, с желтым. Зеленых больше, да, вертушек. Ну, вертушками будем называть. Вот. Конвертик очень уютненький. Вот уголочки, как все выполнены. Решиваю я потайным швом. Камки всегда. Может, когда-нибудь еще раз попробую пришить руками на машине, но пока что-то не хочется. Я люблю потайным, потому что просто подгибку. И конвертик на топочках металлических. Такой голд спокойный. По размеру него, ну, все информации подробные, в принципе, по размерам, все это указано в магазинчике. Трешка сквозная, да, внутренняя часть и внешняя. Комбинация двух линии волны и кривой. Вот. Можете посмотреть, в ту корту детали. Здесь. Ну, видно, да, кто шьет, кто занимается. И все видно. Вот. Размер здесь, я примерно вам скажу, 33 на 34 сантиметра. То есть, это мой любимый размер, куда умещается норге четверка с большим запасом ткани, свободной. Органайзер и с нитками, и для инструментов вышивальных, там, где ножички мы храним и прочее. схема и много чего еще. И он при этом не выглядит таким надутым, раздутым и так далее. Вот. Очень уютный конвертик, такой в нежной весенней гамме. Я по себе, честно говоря, с довольцем один оставила. Вот. Но всегда себе можно что-то подобное сделать, но пока не буду. Вот. Потому что у меня пока нет процесса даже, который я положила. У меня все процессы начаты, распределены. У меня всего ну, месяц горлица 6, по-моему. А, 5 уже, уже 5. Вот. Ну, горлица, да. Не хочу сейчас даже эту тему поднимать. Пока я хочу все-таки с цветами. Здесь цвета такие яркие, приятные и так далее. Но многоцветку нужно все-таки настрой. Так. И, в общем-то, здесь вот желтого меньше, да, вернемся потом к амертику. И желтенький тантик я, собственно, сделаю в поддержку такой приятный с легким цветочным принтом. Это вот один такой вариант. Так. Второй вариант похожий. Вот. Но отличается тем, что здесь уже больше желтых вертушек, меньше зеленых вертушек. И окантовка уже в зеленом раме, да, как бы задник, соответственно, тоже зеленый вот этот цвет. Вот такие вот цветочки. Куда поближе, но как-то понятнее. Но все равно засвечивает. Выделяет немножко цвет, он такой потеплее. Выделен, но потеплее. Вот. Вот такой кантик. Конвертик очень приятненький, расстеган. Наполнитель я синтепон не использую. Я использую наполнитель для почворка. Вот. Мне очень нравится. В данном случае здесь вот жилетекс наполнитель. Это 50. 50. Ну, это с лимпекса, да, она вот с лимпекса считается. И вот такой вот внутри подкладочка. Ну, повторюсь, что ткани, ну, кто меня смотрит, все знают. Я для шитья, лоскутного и не лоскутного использую только ткани. Для почворка специальные, да, то есть они высокого качества и характеристики у них по износу, стойкости, по сохранению цвета в процессе эксплуатации и прочего, и прочего, и прочего самые высокие только, наверное, могут быть. И, соответственно, ткани это американский хлопок преимущественно, либо бывает попадается Дания, редко Япония попадается и редко попадается Корея у меня и в рамках в каких-то единичных случаях на какие-то отдельные моменты может попасться Китай, но это Китай фабричный именно для почворка, то есть это качественный Китай, достаточно плотный и так далее. Вот, поэтому материалы у меня такие. То есть все мои изделия, которыми я пользуюсь уже каким-то несколько лет и которые я стирала, хотя я не могу сказать, что они какие-то марки, все вот эти конвертики, несмотря на наличие белого какого-то немножко фона, это не значит, что он у вас будет все время пачкаться. Но это, конечно, зависит от отношения самого владельца изделия и так далее, и так далее. Но я брала и в загород и прочее, и на выезд на пикник, что называется, и прочее. У меня как бы все, я не бегаю со стиркой, не занимаюсь каждую неделю, не стираю, даже в каждом процессе я не стираю. Вот, в принципе, у меня все в чистом таком виде. Все мои сумочки, все мои конвертики. Поэтому, если у кого-то вопрос, там были комментарии в предыдущем видео по поводу того, что какие-то там дикие цены, во-первых, они не дикие даже по определению, я и повторюсь всем людям. Вот, и во-вторых, то есть я поизучала рынок, ну как бы, прежде чем какие-то цены, в принципе, публиковать. Вот, и тем более, что это, во-первых, патчворк, тоже надо понимать, и даже где не патчворк, органайзер, это, в общем, достаточно трудоемкий процесс, а не так, что сел, раз, два, тепляк, и все готово. Это требует затрат и по времени, и материалов, материалы разнообразные, материалы, я уже озвучила, в каких стран производства. Вот, поэтому все имеет значение. И поверьте мне, когда вы это держите в руках, это совершенно другие ощущения, чем когда вы держите что-то из ткани, не предназначено для патчворка и более низкого качества. Вот, поэтому, как бы, я поставила цены, достаточно, на мой взгляд, адекватные люди, которые хотят иметь изделие, ручную работу, они должны ценить это. У нас, к сожалению, люди перестали это ценить, потому что девочки, пусть они, эти девочки, не обижаются, это безобильные, девчонки, сразу вам говорю, я вас прекрасно понимаю, в попытке просто купить хотя бы материалы, продают по себе стоимости фактически материалы в свои изделия. Очень часто это достаточно распространено. Что, собственно, является одной из причин того, что портило отношение именно в ручной работе, как таково. Ручная работа, это авторская работа, не важно, что они похожи, могут быть изделия, модели похожи и прочее. Это человек, когда конкретно подбирал, работал, придумывал, сочетание тканей, в данном случае, например, блоки и сочетания. Это работа мозга, работа человека, это его время, время на подбор материалов, на их приобретение. Мы покупаем материалы, как правило, девочки, которые сейчас шьют, основная масса, все-таки покупают материалы в розничных магазинах, собственно, никаких оптовых у нас закупок нет. Но даже те, кто покупает, можно что-то оптом, это все равно цены. Я не думаю, что там за 3 копейки все это продается. Поэтому я сейчас никому выговор не делаю, я просто комментирую. То есть у меня лично всегда отношение к ручной работе, к ручному труду было уважительно. Если мастер хочет продать свои изделия и обозначает какую-то цену, значит, он считает, что это столько стоит. А дальше я уже понимаю, решение, готова я купить за эту цену это изделие, такого качества пошивы или нет. Поэтому как бы я либо покупаю, либо нет. Я также иногда у девочек что-то покупаю. Но конвертики я не покупаю, потому что я сама их могу сшить. И, собственно, несколько лет назад я вообще не планировала что-то сшить, никакие прикладные вещи. У меня даже в голове это не было, хотя я умела сшить на швейном машине и было опыта на швейном машине и одежды для себя и для своей дочки. Но потом как-то у меня все это ушло на дальний план, и я перестала этим заниматься. И в какой-то момент мне просто стало интересно попробовать, и я решила вот шить для себя эти изделия. Потом приходит у всех, наверное, такой, я думаю, основная масса мастеров приходит в такой момент, девочек, вернее, которые увлекаются шитьем, вышивкой, тогда у них для себя лично уже достаточно много изделий, но им хочется творить, им хочется шить, но как бы все у себя хранить это невозможно. Дарить все уже обдарены этим всем. Ну, например, и даже у меня есть вышивальные подруги, и не только, которые тоже увлекаются вышивкой, и я им тоже дарила какие-то изделия. Но хочется большего, да, хочется шить еще и делиться с людьми, хочется, чтобы другим тоже было приятно пользоваться этими изделиями, делиться, ну, и как бы себе копить, ну, куда столько. Вот, соответственно, естественно, рано или поздно появляется уже потребность в какую-то реализацию своих изделий, чтобы не прекращать творить, но при этом как бы куда-то это все нужно девать. И я думаю, что просто те люди, которые комментируют по поводу цены обычно, да, и прочее, они сами, видимо, ничего не делают своими руками вот такого, чтобы оценить это. То есть это могут оценить, на самом деле, как правило, сами мастера, неважно, чем они занимаются. Вот, они понимают, что такое труд и что такое наше вдохновение, наша энергетика, которую мы вкладываем во все это. Потому что, извините, я так отступлю, меня понесло немножко. Ну, я уже один раз скажу и больше не буду к этому возвращаться. И, как бы, естественно, хочется какой-то отдачи. Поэтому я, например, отношусь к тем людям и я уважительно отношусь ко всем мастерам и их труду, и я не хочу ни у них по себе стоимости покупать что-либо материалов, ни сама продавать по себе стоимости материалов. Извините, я потратила достаточно большое количество часов, чтобы сшить вот эти два конверта, помимо стоимости самих материалов. И это плюс еще это эксплуатация моей, как бы, ну, машины, да, то есть это износ средств, которые вообще-то, когда на производстве все производится, все это закладывается в стоимость изделия. Ну, так, чтобы понимали те, кто не понимает этого. Вот, и как бы, естественно, я хочу какую-то отдачу. То есть, когда нет отдачи, нет и желания этого делать. то есть, оно со временем уходит. Ну, как бы, делать некачественные я не люблю и не умею, вот, поэтому и с некачественными материалами я тоже работать не собираю, ради того, чтобы стоимость снизить. Поэтому, как бы, я обозначила те цены, которые есть, это тот минимум, на который я еще готова пойти, чтобы что-то вот таким образом реализовывать, да. Плюс, ну, как бы, одна из причин, да, открытия вот этого а-ля магазинчика, это так, условно, магазинчик, конечно, потому что потока не будет, под заказ я работать не планирую, по крайней мере, на сегодняшний день. Я это не люблю, это как обязательство, как работа уже получается. Вот, поэтому просто были запросы от людей, чтобы я сшила что-то на заказ, и я, если было кого порекомендовать, рекомендовала, но я, собственно, рекомендовала одного только мастера, и все, ну, либо просто людям отказывала, вот, потому что я не беру под заказ, вот, потока я не планирую, сразу говорю, я, собственно, это возмущиваю, когда в очередной раз заикнулась об этом а-ля магазинчике, это просто какие-то разовые изделия будут, там, периодически что-то будет появляться, вот, было вдохновение, я сшила, пожалуйста, хотите, берите, хотите, не берите, поэтому, пожалуйста, не надо мне комментирую, только какие-то цены, заобочные или не заобочные, но они не заобочные, я тут услышала, сегодня, подруга с мастером как раз обсуждали, и вообще тоже эта тема поднялась, и я, честно говоря, сама тоже не ожидала, то есть люди очень часто ведутся на качество фотографий, на красивые фотографии, как они сделаны, мастерские, уютные и прочее, и мы обсуждали одно конкретного мастера, ну, чисто просто слово пришлось, мы углубились, и оказалось, что у нее подруга заказала себе у этого мастера в свое время, тоже повелась вот так на эту красивую фотографию изделия, во-первых, оно стоило каких-то, там сильно безумные деньги, но это как бы человек реально за свою работу взял, но то качество пошива и те материалы, которые она использует, как выяснилось, я на картинке смотрю, что вроде как, да, это точно не американский хлопок, и не японский, это вот бязь, ну, такая вот, сказать, суровая бязь, и подобные, то есть такие какие-то ткани, вот, и даже там, не дакавил у человека, я думаю, там дакавила, там вообще какая-то другая фигура, не знаю, если бы, я не могу, понимать, это стоять, и прочее-прочее, за там 15 тысяч рублей этот чемоданчик для рукоселья, я обалдела от цены, конечно, вот, но девочку купила, и она была очень расстроена, видев, даже она сама не шьет это качество, когда она показала моей подруге, она сказала, что вообще халтура, конечно, просто моя подруга такие вещи не шьет, именно конкретно такие аксессуары для вышивки, и она, конечно, не могла, если это, давай я тебе сушу, лучше, вот, ну, не знаю, я так, потому что девочка проглотила это и не стала возвращать, а я бы вернула, вот сейчас, я бы еще подискусировалась с этим мастером, вот, потому что, ну, почему нет, и как бы, да, люди же покупают, как бы, идут, у меня, может быть, фотографии такие, знаете, очень интересные, может быть, очень содержательные, ну, во-первых, на все это надо время, вот эта атрибутика и прочее, но, как бы, я, наверное, с нашим сексин, кто, удерживается качество все-таки и вот конечного варианта изделия, потому что у меня фотографии просто демонстрируют изделие, вот, как оно есть, да, я говорю, для чего оно, достаточно подробно, размеры все, а вот эти вокруг украшательства все, это все очень красиво, мне самой нравятся такие фотографии, ну, вот я пока как-то к этому возможно и к этому приду, если надо просто заниматься, на это надо время, у меня пока такого времени нет, цели коммерцией заниматься у меня нет, поток нет, то есть я себе фабрику открывать не собираюсь, это просто моя часть моего хобби, мой интерес и желание просто поделиться с другими, тем, 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 как бы мне было приятно, чтобы кто-то пользовался моими селиями и радовался им, ну, вот каждый день беря в руки, каждый раз беря в руки, чтобы ему было приятно, вот мне лично приятно, не потому, что это моя селия, а потому, что мне просто приятно, я люблю вот эти стеганные вещи держать в руках, и когда ты держишь в руках материал, стеганый тело из материалов, действительно, предназначенный для бочеворка, вот в данном случае, это, поверьте мне, это разница, и наполнители тоже, ощущения от них совершенно самые разные, то есть я вот почувствую разницу в наполнителях, ну, я просто с ним работаю, поэтому, да, обычный человек, конечно, нет, обычный человек, который не шьет, он не сможет, может быть, если ему только вот рядом не положить, он не поймет, может быть, даже сразу, что какая-то странная, вот, не такая, как на картинке показалась, кто-то скажет, кто-то не скажет, кто-то скажет потом, Поэтому как бы здесь вот решать я всегда вам, покупать, не покупать. Хотите берите, хотите нет, я никому ничего не навязываю. Вот это просто вот меня просили, я как бы собралась, решилась. Как это все продержится, или долго, недолго, я не знаю. Но я повторю, что потоком я заниматься не планирую. Все будет исключительно по вдохновению, потому что я не хочу это превращать в работу. Работа у меня есть, любимая, она мне нравится. А это мое хобби, мой отдых, и я с удовольствием шью свои изделия. Поэтому все, что шито, это шито с большой любовью к своему хобби, с уважением и любовью, понимаете, в каком смысле, к будущему владельцу, если он появится у этого изделия. Вот, и, соответственно, я буду только рада, если кому-то пригодится. И я всегда придерживаюсь того, что лучше иметь одну качественную вещь, чем что некачественную, вот честно. Вот, на этом про эти конвертики все. Извините, что немножечко так это углубилось. Вот, для тех, кто плохо слышал в предыдущем видео, хотя, если не ошибаюсь, я там упоминала, что у меня были проблемы с микрофоном, ну, не было микрофона, я вообще устала на микрофон, когда снимал, он решил, что надо снять. Вот, и я повторю, ну, кратко, вот у меня осталось пять органайзеров из шести, одного нету, такой серо-голубой еще был. Но в группе моей висит этот органайзер, как картинка. Вот, буду ли я повторять, не буду, я не знаю, если будет запрос, может быть, повторю, но там стопроцентных повторений все равно не будет. Вот одна из тканей у меня, мне кажется, у нее не хватит. Вот. Значит, осталось пять органайзеров. Они все одной модели. Один чуть-чуть покороче, вот этот желтый окантовка. Здесь видно хорошо. Вот. Покажу на примере одного, ну, как бы, что здесь может храниться. Здесь могут храниться ножницы. Я их найду. Вот. Вот эти ножницы 12 сантиметров, вот они вот так уходят, и даже так они сразу не выпадают. Да, тут видно. То есть за счет того, что клапан вот так закрывается, ножницы у вас никуда не выпадут, инструмент, который есть, не выпадут, и они вваливаются. Здесь, например, я кладу нить-вдеватель, ну, допустим, да, здесь вспарыватель, или наоборот. Здесь формашка, в которую можно положить либо маленькую игольничку, да, или там слайдер, например, с иголочкой, или может быть еще какие-то, вот, что-то у вас, или просто запасные иголочки. Просто у всех разный подход. Кто-то вышивает большим количеством игол, кто-то одной иголочкой просто имеет запасные. Я вот в таких органайзерах специально делаю такую мягенькую поверхность, очень приятную. Я вкалываю иголочки запасные сюда. Если не требуют еще, на всякий случай держу здесь. Застегиваю все на кнопочку. Здесь вот деланы хольнитены. Это как бы я больше для декора, потому что даже если их не делать, все равно кармашки будут крепкими, прочными. Это тоже же проверено. К этой форме я пришла за годы пошив органайзера для себя лично, для своих знакомых. И, ну, вот просто вот у меня в тот момент взялся именно такой размер, такая форма органайзера. Он небольшой и немаленький. То есть он такой миник-минник, да, вариант. Здесь достаточное количество инструментов умещается. То есть не надо... Он при этом очень компактный, да, но он такой вот мягенький, приятный, потому что он простеган. Вот. Но если в нем что-то лежит, у него вот нету деформации поверхности. Здесь несколько наполнителей. Повторять не буду, какие наполнители. К сожалению, есть мастера, которые слизывают буквально. И сегодня, кстати, моя подруга тоже об этом говорили. Абсолютно беспардонно слизывают изделия. И потом начинают их продавать. Делают их из дешевых материалов. Я уже тоже таких знаю, такого мастера. Мы с ним, кстати, поговорили в момент. Оказалось, что да, действительно, я не ошибалась. Который только моей идеи слизала несколько раз. И потом в храмических целях использовала. Это мне не нравится. Ссылки. То есть ничего. Я всегда осталась мастером. Все, у кого-то что-то уберу. Ну, здесь все понятно. Я думаю, на примере, чего родилась вот эта форма. То есть это были, вот есть большой конверт, а этот маленький конверт. И вот такой размер мне показался оптимальным. Значит, здесь вот такие ткани используют. То есть, если вы посчитаете, здесь используются три-четыре вида ткани. Да, в каждом органайзере. Здесь аналогично, но вот в таком варианте. Вот этот он поменьше чуть-чуть, но это совершенно не мешает им разместить вот эти ножнички. Как бы, да? Как бы просто правша, извините, не левша. Вот. Да, вот насколько глубоко-то я их могу поместить. Ну да, вот я до максимума их опустила. Вот. Вот такие ножнички. Правильно же. Вот так ножнички размещаются, вот он закрывается. Очень удобно. Ваш конвертик поддельный вмещается и не создает там объемы, какие-то свалки, инструменты все по-другому. Легко взять, взять в другой процесс. Можно иметь несколько таких. Я люблю, когда у меня в каждом процессе свой органайзер. Во-первых, это смена настроения. Вот, во-вторых, ну как бы, это удобно. Не надо бегать, дергать из одного места в другое. То же самое здесь. Ну вот так вам покажу, как мы сейчас будем упирать туда все это. Здесь также, здесь вот три вида ткани у меня используем. Да, три. С розочками я решила освежить вот эту зелененькую. Она была поинтереснее. Вот. Здесь голубой, это типа желтого, но вот голубая окантовка, такой бирюзовый. И бирюзовый, вот видите, здесь, соответственно, внутри. Вот такой стежечкой волной здесь. То есть где-то прямая у меня стежка, где-то вот я волнухила, не стала замысловато ничего делать, потому что, мне кажется, здесь это не нужно. Ну, на всех органайзерах с обратной стороны вот такая вот пришитая этикетка хендомейт. Вот. Покажу вам сразу. Они разные. Ну, где-то я подбирала, вот что мне казалось лучше всего туда подходит. И последний из имеющихся органайзеров на сегодняшний день это вот нейви, такой цвет синий, редкий цвет, по-прочеркен, на самом деле. Тоже с желтым таким кантом, он у вас подярче, он поспокойнее такой ближе. Не совсем горчичный, но только желтый, хороший, спокойный желтый цвет. И внутри вот такие вот ткани. На этом, наверное, все. Все подробности, размеры цены в группе. Смотрите, пишите мне только либо личные сообщения став, что лучше под конкретным товаром там есть кнопочка «Всё трудовщина». Поэтому, если вам что-то интересное, можете описать, мы с вами обсудим. Вот. И я вам скину реквизиты оплаты, отправлю все это. с почтой, либо с деком. Можно попробовать боксбери. Я, честно, никогда опыта не имела в боксбери. У меня просто здесь боксбери, здесь рядом Азон, но там есть боксбери. Я вижу, что там люди вставляют. Поэтому, если кому-то очень надо боксбери, я могу подходить, интересовать, узнать, как это. Вот. На этом, пожалуй, всё. Благодарю вас за внимание. Не обижайтесь, если есть кто-то пытался обидеться. Я говорю честно, потому что я человек прямой. Вот. Как бы, вот эти виляния и хождения вокруг долг, это не мой как бы стиль. Прямой, откровенный. Вот. Но не позволю общаться со мной в грубо-жёсткой форме. Я не думаю, что я этого заслуживаю, если честно. Вот. Так что всё. Всё. Надеюсь, вам было не скучно, интересно, что-то новенькое. И по мере каких-то новостей буду что-то вам показывать, рассказывать, как всегда. Вот. А так, зайдите за страничкой ВКонтакте. Под видео я размещу все ссылки. Пишите туда. Всем всегда рада. Всё. Всем пока.